добрый день уважаемые подписчики сегодня у нас очень интересный гость очень много информационного пространства заняты различными информ поводами которые исходят из этого муниципального предприятия у нас в студии сегодня директор муб балаков водоканал станислав васильевич мельник здравствуйте добрый вечер первый вопрос танислав васильевич вы кризисный управляющий водоканале я руководитель муниципального интернат предприятия блоков водоканала так мы так сухо началось с 20 июля 2021 года то есть три месяца в его главе до завтра будет ровно три месяца как возглавляю данного учреждения начинает новых пломб наверное все кто с магнитиками жили счетчиках плачут или можно обмануть все-таки ваши пломбы ну данные пломбы это нормальная производственная практика ничего здесь такого не вижу с достаточно с данных времен на данном предприятии были приняты в обиходе в работе пломбы свинцовые от этого нужно достаточно давно нужно было уйти с 25 октября наш персонал будет применять в работе только пластиковые пломбы они номерные они имеют индикатор антимагнитный индикатор а вот ну что за индикатор что он делает цветность станислав васильевич но с чем это связано что получается щипцы и там свинцовые пломбы были у каждого третьего сантехника и получается никакой учет ранее водоканал не был в общем решением коллектива было принято решение перейти на новые пластиковые антимагнитные пломбы связи с тем что да уже достаточно давно в городе имеется имеет быть хождение тех пломбиров которые есть у нашего персонала надеемся на то что установка новых пломб но но нового образца для нас хотя эти пломбы достаточно не на вы это и пломбы используют и промо энергии и обуков энергии и т-плюс и саратов энергии то есть никакой никакого новшества в этом нет то есть мы пытаемся уйти от тех потерь которые имеют место быть вот и все то есть они у вас где-то регистрируются в общем реестре обязательно у нас есть электронный журнал регистрации пломб и выдачи у нас есть бумажный носитель каждый контролер каждый инспектор при выдаче пломб ему на руки будет расписываться за это соответственно потом это будет сверяться с существующими далее актами выписанными потребителю и конечно же раз в месяц будем также бы инвентаризировать и проверять фактическое наличие остатки и установку ну то есть теперь вот это дядя петя в кавычках с приходящей командовой шнурком там что-то поставил повесил неизвестно может из инкассаторской сумки какой-нибудь все будет прошлое я извиняюсь перебиваю в большинстве своем эти пломбы даже введены для чего для того что совсем недавно но я работаю как уже сказал что третий месяц месяц будет совсем недавно провели проведи анализ мы выявили что по городу работает достаточно исходя из достаточно большого количества обращений к нам работают некие группы лиц но в том числе по тем к заявкам которые у нас есть молодые люди которые пользуясь скажем так информационной недоработкой люди людей пенсионного предпенсионного или глубоко пенсионного возраста пытаются навязать свои услуги навязать свои услуги за достаточно высокие деньги вот в том числе и о демонтаже монтаже прибор учета в проведении каких-то метрологических якобы действий и в том числе берутся финансовые средства за пломбировку мы ежемесячно в средства массовой информации подаем действующие на территории балаковского спорта на район подаем информацию о данном виде мошенничества такие жалобы мы получаем почти ежедневно ну а вот люди тоже спрашивают допустим обычные старые что антимагнитные счетчики те же самые они не справлялись те же самые битаровский или там иные они уже и так антимагнитный у меня такой практики нет сами магнит не ставите ни в коем случае никогда этим не занимался вообще считаю что потребление вообще считаю что потребленный ресурс должен быть оплачен исходя из практики той которая есть на территории балаковского спального района могу сказать что водоснабжение водоотведение это очень небольшая сумма поэтому оплачивать вовремя не вижу никаких причин никаких есть у нас обращение граждан которые попали допустим в некие сложные житейские ситуации эти обращения мы отрабатываем идем навстречу даем им рассрочку то есть уже предусмотрены до каждого отдельно обсуждаем разговариваем то есть находим общий язык затронули работу обон отдела ранее сейчас не знаю как обстановка наблюдались большие очереди за пересчетом перерасчетом и с различными заявлениями принимались они непосредственно на территории главного самого предприятия балаково водоканал граждане и ну дискомфортно там достаточно было какие-то нововведения взаимодействия с потребителями будут вводиться нам онлайн может быть или какие-то другие способы взаимодействия вы будете продвигать на данный момент сейчас совместно с главой района приняли общее решение о открытии расчетного центра на комаров 134 а своими силами мы ведем сейчас там ремонтные работы вот и я надеюсь в ближайшее время ближайшее время откроем и людям будет гораздо удобнее обращаться в наш абонентский отдел и мы разгрузим вот у данную ситуацию которая есть сейчас на территории самого водоканала останется обон отдел на территории самого водоканала будут приниматься юридические лица а частный сектор мкжд будет это вот расчет будут приниматься по адресу комаров 134 где помещение позволяет более там мы делим это помещение на два зала то есть в одном зале будет приниматься представители частного сектора жилых домов вот в втором зале будет приниматься жителям к жид вот отдали потом ну это все в планах да в планах с администрации района будем конечно же нужно будет думать и где-то в районах надо будет еще да открытие расчетного центра и в том числе и жилгородок и микро район то есть это достаточно удобно и вот скорость обслуживания населения напрямую за зависит и пополняемости касса предприятий какие может быть инновации или какие-то программы которые вы видите в ближайшее будущее касательно сел касательно города по модернизации сетей и вообще в каком состоянии нас находится сети благо водоканал в общей оценке так если в общем слова и если какие-то прям яркие проблемы вот допустим недостатка водоснабжения где-то к проблем в в сетях благо водканала достаточно большое количество в принципе это общеизвестная информация ничего нового не доложил не сказал это именно есть так как есть проблематика 1 недостаток финансовых средств почему недостаток финансовых средств потому что нет порядка в абонентском отделе порядок начинается с начислений сведения лицевых счетов порядок начинается с финансовой структуры это платежеспособность это отчетность и так далее так далее так далее вот начинаем порядок отсюда вот состояние сетей состояние сетей какой требует ремонта сети достаточно развиты достаточно развитую но находится достаточно воздушным состоянием вот план ремонта план ремонта который утвержден выполняется связи с тем что это городская черта ремонтные работы достаточно быстро не проведешь так как есть пересечения с другими коммуникациями есть пересечения с дорожной сетью есть пересечения с зонами благоустройства отдыха и так далее так далее так далее вот связи с этим работа выполняется более долгосрочной на примере допустим того же то плюс мы все это видим прекрасно а вот но сейчас мы в достаточно жестких рамках жестких рамках достаточно жестких условиях формируем уже план ремонта на следующий год у нас сейчас скажу что до 1 ноября мы сформируем все заявки и будет предварительно движен план к ремонту на следующий год инвестиционная программа на следующий год уже сформировано за счет кого за счет своих средств собственные связи да конечно никаких федеральных областных программ по привлечению за счет своих собственных средств инвестиционная программа сформирована передано утверждение и уже сейчас начинаем закупки по оборудованию и необходимых тмц на следующий год по инвест программе сумма достаточно прилично а вот план капитального ремонта формируем до 1 ноября после 1 ноября также отдаем утверждение и не смейте сомневаться всю эту работу выполнен в следующем году на сто процентов не собираемся сомневаться то все же ну вот граждане привыкли к тому что ну давайте по-честному водоканал не в лучшем виде там одеты работники там вечно у них техника какая-то все время там что-то не презентабельного вида не новая вообще совершенно старая была есть какой-то план модернизации вы говорите вот закупаем тмц будет ли какие-то новые там сварной оборудование для пвх каких-то там труп или еще что-то куплен или все будет по старинке чопик сварка на данный момент нами в лизинг приобретен автобус пас это раз введен в эксплуатацию ранее месяца назад для доставки персонала далее завтра у нас за собственные средства покупаем приходит один из тракторов далее у нас в плане и уже платеж прошел вчера это покупка в лизинг крана манипулятора вот далее у нас для очистных сооружений канализации находящихся рядом с систематиком будет приобретаться автомобиль полноприводный соболь далее у нас сейчас этих заданий подписан на покупку автомобиля него далее у нас в планах приобретение еще двух тракторов вот так же тех заданий сейчас готовим далее еще у нас покупка спецтехники но это уже ближе к концу года ну то есть это все ближайшие перспективы так и да получается говорю как есть а откуда же тогда ну вот угаре собственные средства собственные средства я уж не знаю как бы что было ранее что мешало сейчас увеличился поток собственных средств с вашим приходом или как откуда деньги это деньги наших потребителей но они раньше мне не эффективно поступали что ли или который мы поставляем ресурсы которые начинают осознанно правильно оплачивать потребленный ресурс так вот вы ловко выкрутились ситуации мы их более грамотно и рационально используем и в закупке спецсредств это мыло крема и так далее так далее все что положено по нормам охрана труда средства защиты им под и тому подобное также более грамотно нужно начали покупать спец одежду вот более хорошего качества более грамотно нужно начали иррационально используя средства на покупку тмц связаны с водоснабжение и строительством это кирпич песок не славился раньше водоканал не знаю как будет сейчас при вашем руководстве именно вскрышными работами ранее я понимаю вы выполняли водоканал выполнял вскрышные работы ну то есть исправление до своими силами сейчас это также будет или будет как это подрядчик который будет закрывать вот эти все ямы за нами установлен достаточно четкий контроль со стороны администрации района со стороны у дхб капитана владимир николаевич все ордера которые выдаются они имеют сроки исполнения после того как работа выполнена благоустройство выполнен проводится контроль комиссии также с у дхб также с администрации района глава района несколько раз в месяц лично проводит объезд города по этому направлению но просто сам присутствует поэтому знаю на вопрос не ответили вы сами асфальт ложите или кто сами будет лучше лажена заключенная она заключена договор на покупку щебня асфальта качество на покупку бордюров и так далее так далее вот и сейчас если мы сделаем что-то как как вы говорите как раньше некачественно у нас никто не принял много срам проваливалась после вскрышных работ и надо работала ровно есть определенные некоторые объективные причины тому что там где-то что-то подвалился и так далее так далее спешка в данном виде тоже не имеет места быть так как мы понимаем да что вскрытый грунт вскрытый грунт должен отлежаться исходя из этого скажем так мы больше внимаем внимание уделяем при выполнении работ по благоустройству уплотнение грунта то сейчас даже идем ну хорошо техники много вот искать а будет новый еще приходить модернизированы как следить за всем хозяйством горючка левого уходит хороший вопрос установлен жесткий контроль за потреблением гсм установлен ставим контроль глонасс на автомобиле также заключили в сентябре договор по установке систем глонасс на автомобиле на данный момент 10 единиц уже полностью обработаны дальше следующее еще 10 единиц то есть весь транспорт будет отслеживаться если вы хотите спросить имеет ли место быть экономия в рамках установленного нас отвечу конечно же да уже есть уже то есть если прямо говорить раньше бензин вернее дизель куда-то сливали если так не могу сказать родитель на это вопрос возможно ладно коснемся болезненного вопроса соцсетях у нас присутствовал большая такая простынка петиция как пришел станислав мельник тиран пи сестра от уволил всех всех разогнал в зарплату себя повысил в общем очень плохой такой человек как прокомментируете данную простынку зарплата мельника определяется трудовым договором заключенным с администрации района а именно комитета по управлению имущества это раз второе петиция как вы говорите которая имеет место быть петиция подписана несколькими десятками работников большая часть из них это транспортный участок откуда горючка утекал что и часть работников которые работают на на фильтровальные так далее так далее по данным обращением которые имеют место быть в том числе и в интернет прокуратуре проведена проверка в течение достаточно длительного времени она проводилась мы предоставили все необходимые документы огромное количество и кадровые и приказы и расход гсм и полностью объем закупок и все необходимые работы которые проводились приказы на увольнение на принятие на работу и так далее так далее так далее проверялось все полностью фактов подтверждающих того что руководитель мельник уволил оскорблял унижал заставлял и так далее нет не было не может быть потому что это не соответствует действительности при выполнении проверки прокуратура подходила ко всему достаточно жестко требовались все документы там был вопрос по спилу деревьев на территории ой свой это фильтровальная станция так называемая рядом с бывшим шестым училищем до подтверждаю спил деревьев был на основании проверки роспотребнадзора по моему от 2018 года так данные деревья находились в охранной зоне питьевых емкостей большого большого объема исходя из этого обязаны были выполнить еще ранее при проведении проверки роспотребнадзором было указано о том что корни деревьев могут повредить эти емкости емкости питают весь город исходя из этого я просто выполнил данное решение роспотребнадзора то есть исходя из проверок факты не подтвердились в данном случае в данном случае или хоть что-то нашли все-таки ну проверка не может быть без нарушений любая ну да это очень правильно нашли некоторые нарушения несоответственно несоответствие рабочего графика то есть но по-русски могу сказать что по простому могу сказать что переданы прокуратуры в инспекцию по труду материалы по прохождению медицинского осмотра водителями до 800 обычно как бывает на предприятии приходишь как обычно пораньше переоделся прошел про внизу медосмотр до так называемого продулся пускай быть так вот никто этого не скрывал ставится время там 745 ну то есть как реально это проходит все после восьми уже вы с на линии ну вот эти вот несколько но рабочий день я кому-то свой да 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 ну вот это является нарушением такое же нарушение у предприятий было ранее в 2020 году сколько родственников станислава мельника знакомых друзей работает теперь на водоканале родственников ни одного друзей так как у меня их достаточно немного и каждый из них трудоустроенный работает самостоятельно или на каких-то предприятиях тоже нет хороших знакомых минимум минимум так как они тоже все трудоустроена и держится свою работу персонал набираем путем обращения центра занятости города балакова с руководителем соболевой еженедельно общаемся на эту тематику вот есть люди которых я знаю которые не были трудоустроены и квалификация и опыт позволяет и взял на работу бесспорно вот все много рабочих мест сейчас на водоканале вообще рабочих мест сейчас нет рабочих мест сейчас нет исторически сложилась картина на данном предприятии это уже наверно ближе к следующему вопросу о принятии колду горы и опять-таки очередной там какой-то жалобе кляжи и так далее рабочих мест на предприятии нет потому что заработная плата достаточно стабильно и достаточно позитивно вот ранее там сложилась практика что есть определенные вакантные должности вакантный дождь и эти должности распределены как совмещение к существующим непонятно но 25 05 там и один человек на 48 ставку действие предыдущего коллективного договора было до 30 сентября 2021 года коллективом облаководканал совместно с представителями профсоюза был принят измененный коллективный договор который вступил всего 1 октября 2021 года в этом коллективном договоре профсоюз действующий на территории предприятия а также сотрудники управления мы все вместе над этим поработали и приняли более социально направленный коллективный договор не понял то есть если вот так по-русски говорить предыдущий колду горы под для того чтобы людям так неплохо зарабатывать им приходилось там кучу совмещать ставок или чем сейчас вы можете стимулирует хорошо работает штатист вот именно те скажем жалобы которые были в информационном поле и на основании которых проводилась проверка они скорее всего были связаны именно с этим то есть люди очень сильно были обеспокоены тем что придя и разобравшись сложившейся ситуации мы начали потихонечку это все приводить в порядок конечно же это людей очень сильно возможно расстроила вот возможно люди забеспокоились и у них появилась какая-то боязнь но с принятием сейчас новый нового коллективного договора все эти вопросы они автоматически решились есть некоторые нюансы по тем должностным штатами единицам у которых но на самом деле реально необходимо повысить именно окладную часть и повысить достаточно серьезно по причине того что ну почему-то сложилось так исторически они были забыты вот сейчас как раз над этим нет ни на это мы не говорим про у да это непосредственно производства стираю там участка всему персоналу именно вот метод убеждения в более эффективен часов мы в колду горе обеспечили премиальный фонд выше каким образом согласно колду гору аппарат управления премиальный фонд был 42 процента рабочим водителям слесарям и так далее так далее машинистам там была градация 10 там 10 17 19 там 20 процентов мы сделаем сделали все 45 это та цифра которая постоянно неизменно плюс ввели дополнительный фонд примирование который мы также коллективно принимаем все стимулирующие выплаты остались это у нас допустим для водителя это у нас но вредность понятное дело мы ее ни в коей мере не имеем права отменить она на основании аттестации рабочее место или там спец оценки условий труда а вот дальше классность оставили бригадирские оставили и так далее так далее так далее это все осталось премиальный фонд выравнили все поставили до 45 процентов дальше есть еще отдельный фонд который был есть и будет так называемые проф выплаты также остались это в течение месяца они работают руководители подразделения по итогам месяца принимает есть у нее определенная плата допустим на свой участок на социальных он принимает решение исходя из той эффективности и кпд который работник по той работе которая будет выполнял в течение месяца также есть по ширине все это осталось мы еще дополнительно ввели еще один фонд фонд стимулирования премиальный который также будет приниматься только коллеги альин только комиссионные говорить о том что это плохо и так далее так далее ну в общем это мельник не самодур на этом это решать не ну люди напишут комментарии пишут хорошо пусть вопрос сколько как раз пишущих комментариях уже людей должны балаково до канал какая сумма задолжен население общая сумма достаточно прилично если говорить о общей сумме задолжить это более 200 миллионов над этой суммой мы работаем у нас достаточно серьезный хороший штат юристов вот ежедневно мы работаем по каждой задолженности начиная физические лица юридические лица какие-то выявленные нарушения какие-то выявленные истыковки в документации все с юристы непосредственно ну либо в штате находится который не нанимаете там сторонник нет нет у нас юридический отдел достаточно хорошие грамотные юристы вот и работа ведется ежедневно ведется как подконтрольно осуществляем выезды судебными приставами то есть работа ведется и раньше был такой жесткий метод стимулирования к выплатам и мы даже сюжет какой-то снимали года три назад или даже четыре что заглушками закрывали слив сейчас есть такая практика или это вообще разрешено данной практике сейчас нет и не может быть в большинстве своем большинстве своем мы общаемся с я сейчас много рассказал про то как мы пломбы вводим про то как мы работаем там сердеческой службы на самом деле работа очень простая очень обыденно каждый день мы общаемся с простыми людьми с простыми предпринимателями руководители каких-то юридических лиц организации так далее ведомственных учреждений и пытаемся находить общий язык общий язык в установке приборов учета в своевременной поверки общий язык в оплате в рассрочке платежа это нормальная простая рутинная работа закона то вам это запрещено или нет что ему перекрыть данные действия мы не используем и делать не будем понятно мы сейчас только начинаем нормально качественно работать над водоснабжением над выполнение ремонтных работ надо используем техники эффективным и у нас нет желание и нет никакой в принципе необходимости в том чтобы заниматься тем чтобы отрезать блокировать перекрывать и так далее отрезать все-таки отрезаете вот не совершенно недавно отрезаем от рук именно то что незаконно ну то есть очень схема не может выключение ничего да то есть допустим и это вот вышел в эфир по буква трогу допустим дабы к фатрукскому спали образовать но это не показатель совсем то есть мы в городе работаем над этим каждый день это для города является рутинным в городе мы это делаем каждый день по много таких резок вообще конечно достаточно но они новые появляются и снова конечно например обнаружили вы незаконную врезку да вы можете при заднем числом вот какую-то кубатуру ему там нормативные выставить от человека или нет так мы все можем может не только задним числом а правильно грамотно согласно законодательству расчет и формула есть все это есть все подтвержденные необходимые документы как это делать но еще раз повторюсь что мы стараемся делать идти методом до к нашему населению идти лицом таких людей лично за руку беру и веду в отдел пт.о для оформления в абонентский отдел для того чтобы решить какую-то проблематику снятию которая возникает вот не выпускали репортаж но одно время надежда вячеславовна поехала к своей подружке которая регулярно платила водоканал это еще не при вашем директорстве платежки приходят человек платит раз воды нет вы позвонила водоканал чтобы аварийка муж приехал что-то дело оказалось что она вообще не подключен ее частный дом но суть не в этом это называется хаос там в сетях да допустим наведут порядок но в итоге когда она пришла вам он отдел ей дали визитку там частного лица которые сделают все схемы все ты у все сделает вот сейчас это вот эта серенькая вот эта схема она находится до сих пор или вы все искоренили момент все через водоканал или опять какие-то прокладки вот как их называют организации между водоканалом и гражданами есть на данный момент на данный момент серых схем как вы говорите а также предложение каких-то частных лиц нет и я надеюсь далее не будет поясню причину первое у нас есть вся необходимая нормативная база для того чтобы делать это все законно и качественно самостоятельно раз но плюс это доход предприятие же правильно вот второе сейчас нами проработана вся необходимая документация передана в комитет права имущества администрации блоковского муниципального района надеюсь что мы в ближайшее время получим согласование депутатского корпуса и будем выполнять работы теперь по водоотведению водоснабжению то есть вступим сыро и у нас будет свидетельство сро о выполнение работ по водоотведению водоснабжению имея право выходить на аукцион а вот также согласовываем выполнение работ по проектированию у нас будет проектирование только система водоснабжения вот отведение но еще и электроснабжение и так далее то есть сейчас вот там согласует вопрос как муниципального инвентарного предприятия совет депутатов и после этого мы имеем право вступить в сыро и получить необходимые свидетельства для этого все есть сейчас вот ведется у нас активный поиск для обновленного отдела пто оргтехники качестве то есть это вообще новый отдел у вас нет это отдел старый с новыми свежими хорошими лицами просто не работают работоспособными да вот вступаем сыро проект на работу будем выполнять самостоятельно сумма за вполне проектных работ я думаю она будет очень демократичная будет очень интересно нашим гражданам нет в любом случае утверждать спасна через постановление администрации обязательно государства необходимая калькуляция да то есть мы уже к этому готовы если ранее мы с вами говорили до покупки техники то сейчас мы подходим уже к нормальной коммерческой хорошей работе получив сегодня мне необходимый нормативный документ мы можем участвовать в акционах мероприятиях выходить как подрядчики выполнять работу зарабатывать деньги это называется развитие прочей деятельности к этому тихонечку готовились готовы ли вы заработанные деньги хотя наверно неправильно и некорректный вопрос вы же в селах ну в данном случае только бы квадрокском муниципальном образовании да вы как обслуживающая организация да да конечно как вы имеете право модернизации сетей там установки новых каких-то башен вот именно как водок или это полномочия администрации я понял но даже все мы не только обслуживающая организация мы являемся гратирующим поставщиком ресурса но в данном случае в населенных пунктах бакватрокском муниципальном образовании то у нас речь идет о техническом удостоверении после вступления в саморегулируемую организацию и получение свидетельства вот мы имеем мы будем иметь право выполнять работы на основе функции именно подрядчика не только но и в частных ну то есть администрацию делают заказ на площадках а вы как подряд да конечно мы как раз к именно к этому и готовимся для того чтобы выходить на площадке в том числе и вот и по программе комплексное развитие сельских поселений что сейчас муниципальное образование выполняет допустим на основе контракта заключенного при проведении аукционных мероприятий то конечно же мы дальнейшем планируем участвовать и в этих мероприятиях и пытаться выиграть все будет законом путем будем надеяться на то что в наши краны будет всегда качественная чистая и в нужном объеме вода питьевая вот за столь замечательный интересный разговор скажем спасибо директору балакова водоканал станислав васильевич мельнику и всем до свидания